Девятого августа, во второй день грузино-осетинской войны, к боевому вылету готовились две штурмовые группы. Первым должен был взлетать майор Кукушкин. За ним майор Владимир Едаменко, ведущий в летной паре, и капитан Сергей Сапилин, ведомый. У нас задача стояла по сопровождению колонны наших войск, и выходили как раз из Джавы до Скинвали. Летчики получили оружие и амуницию, приняли самолеты, взлетели. Задача была несложной, сопровождение колонны наших войск. За эту пару полку даже не волновались, но когда они перелетели через горный хребет, на горизонте показались самолеты противника. Ну и смотрю, две точки летят. Ну так вот, характерно, что у них были следы такие, дым характерный был. Темный. Единственный самолет, который я знаю, что с таким дымом летает, это МиГ-29. Но они летели, я так ведущему говорю, Вова, смотри на нас слева, там заходят. Строго под 90 слева они на нас заходили. Разомкнулись так по фронту. Едаменко и Сапилин уже целый год работали вместе. Это была, как говорят летчики, хорошо слетанная пара. Но боевого опыта у них было немного. Когда вражеские истребители захватили штурмовики в свои прицелы, Владимир и Сергей начали маневрировать. Смотрю, он пошел, как мы договаривались, он влево начал крутить, а я вправо, то есть должен был. Он начал влево крутить противостребительный маневр, там ножницы есть. То есть он на 60 влево отворачивает, я на 60 вправо. Потом в обратную сторону. И получается, что маневр должен был вот такой быть. Вот так вот. И мы должны были выполнять. После каждого маневра наши штурмовики Су-25 выходили в прямолинейный полет. Но истребители противника снова захватывали их в прицел. Чтобы уйти от ракет, Едаменко и Сапилину приходилось постоянно маневрировать. Два маневра сделали. Загорелся захват еще спереди. Прямо под 10 от нас. Вот я на СПО посмотрел. Пеллинг радиостанции был на СПО прям под 10 градусов впереди, вот по полетам справа. Ну, уже с земли нас облучали. То есть и вот нас сзади, и сбоку, скажем так, сзади, сбоку, слева, и справа, спереди нас облучали. Это означало, что кроме истребителей противника, на наши штурмовики начали наведение грузинские средства ПВО. Теперь Сапилину и Едаменко приходилось вести бой в двух направлениях. В воздухе с МиГ-29 на земле с ракетами ЗРК. Шансов выжить в такой ситуации у летчиков практически не было. Я начинаю разворачиваться на этой крайне и смотрю, самолет горит, вот его сбили только-только. Само попадание ракеты я не видел, вот реально. Я просто развернулся на него и, как всегда, начинаю искать, чтобы мне относительно него ориентироваться. Ну, дальность между нами была, в принципе, километр где-то, потому что мы на расходящихся курсах были. И вот когда разворачиваешься на сходящие курсы, я вот смотрю, ну вот истребителей уже их не было. Я уже про них, в принципе, и забыл, как бы, так скажем, по большому счету, то есть земли. И смотрю, самолет горит. Ну, горел он хорошо. У сбитого Су-25 загорелись оба двигателя, междвигательное пространство и хвост. Самолет стал практически неуправляемым и начал терять высоту. Я уже смотрю, он падает, горит самолет. Я, первая реакция была, Вова прыгает. Ну, Вова горишь. Вернее, Вова горишь. Я начал за ним снижаться, то есть, ну, как он падает, я за ним. Крем на снижение перевел, за ним лечу и кричу, Вова катапультируйся, Вова катапультируйся. Ну, он не отвечает вообще. Штурмовик майора Едаменко вошел в пике и начал падать. Сергей Сапилин пошел на снижение вслед за ним. Он понимал, что товарищ, видимо, находится без сознания и надеялся, что тот успеет прийти в себя. Но штурмовик упал на скалу. Майор Едаменко так и не успел катапультироваться. Он упал плашмя, вот это четко я увидел, что он упал не так, как он снижался пикировая, а вот именно уже плашмя. То есть, у меня такое ощущение, что он, может, пришел в себя в сознание или что-то, или что-то увидел там, ну, начал вытягивать, грубо говоря. Самолет уже на высоте ему не хватило. Судя по траектории полета, самолет действительно начал выходить из пике. Но шансы выровнять машину были практически равны нулю. Субтитры сделал DimaTorzok